От чего вам пришлось отказаться из-за экономического кризиса? Фактически, ну на чем можно сэкономить? На еде, на одежде? Куда-то ездить перестали? Нет. Потому что это интересно, это новые впечатления. Но так в последневной жизни это, конечно же, отразилось. Меня эта кризис не коснулась, чтобы я в чем-то себе отказался. Хотя, я знаю, некоторые мои соседи отказали. Многие в еду, допустим, в еде, некоторые отказали себе в покупке, скажем, что-то такое, типа шоколадных изделий. Ну, несмотря на то, что я хорошо зарабатываю, мне пришлось прежде всего отказаться от поездок практически полностью. Причем это было, в общем, сознательное решение. Мне пришлось немножко умерить продовольственные траты, но скорее из-за того, что они были избыточны. Я думаю, что всем нормальным людям пришлось отказаться от очень и очень многих благ. А куда деваться? Нам, рожденным в Советском Союзе, знаете, к трудностям не привыкать. Поэтому мне лично легче. Как военный я не ощутил каких-то изменений. Ну, только из-за того, что повышение цен, да. Ну, в отпуск реже там стали ездить. А так, чтобы уж прям очень... Ну, на еду все равно хватает. Как-то я не особо не ощутил его. Ну, ничего, не нормальное. Ну, цель рассуд, это естественно, наверное. Сложнее купить себе новый гаджет в салон. В чем-то все-таки приходится себе отказывать. Вот телефон на самом деле обламывает, то, что он так резко вырос. И вообще в технике, в технике по профессии. Музыкальные инструменты, которые я очень люблю, стали очень дорого стоить. На самом деле самое яркое, наверное, вот это. Мне ни от чего не пришлось отказаться. Я как человек бизнеса, владелец компании, не ощущаю никакого экономического кризиса. Мне очень нравится все, что происходит в стране. Извините, я отношусь к 86-процентному большинству довольной этой жизнью.